Ом Ти Ви Юэй про Головне. По информации местных чиновников, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, а информация о последствиях уточняется. Однако в пабликах сообщили, что взрывы прогремели на территории воинской части. Речь идет о Центре материально-технического обеспечения одной из воинских частей. Военный объект расположен на юго-восточной окраине Брянска и является логистическим центром для обеспечения боеприпасами российской армии. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в свою очередь, подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области. Кроме того, утром под атакой беспилотников оказалась Москва, из-за чего в московских аэропортах вводился план «Ковер». В Росавиации сообщили, что 36 рейсов ушли на запасные аэродромы. Собянин заявил, что в московском регионе якобы уничтожено не менее 32 беспилотников. Кремлевские пропагандисты пожаловались, что атака дронов на Москву утром 10 ноября стала крупнейшей с начала войны против Украины. Следствие просто-напросто криворукости ПВОшников. 118. Осколки! Осколки! Принай голову! Под крышу, под крышу, под крышу Под крышу идите Иди сюда, Кнопа, Кнопа, Кнопа Иди сюда Иди, друг, сюда, под крышу Фу, блядь Ёбаный в рот, а Ну вы понимаете, что это такое происходит, алиня? Кто-то понимает это? Не могу вас не спросить про эту голосовую Слышали ли вы голосовая, которая утекла от Бородая Которую я думал, сейчас будут опровергать А он вышел и сказал, да, это не фейк Это действительно мое голосовое Где он прямым текстом, там, пушечным мясом называет И лишними людьми всех, кто согласился повоевать За деньги в рядах армии России И сразу вдогонку, потом Анастасия Кашварова Как раз пиарщица Кадырова в прошлом А ныне одна из главных за это телеграм-див Заявила о том, что, ну а что, давайте серьезно поговорим Действительно, в среднем чуть больше двух недель Живет лишний человек, который за копейки пошел Ради армии России воевать Так что тут ничего такого нет Вот это вот очень пренебрежительное отношение Мне казалось, что должно взбудоражить Эту тусовку всю Но как-то, как будто нет такого Их там уже открытым текстом Их же начальники называют мусором Лишними людьми Как там еще, штурмовые Типа пушечное мясо, в общем, все в этом духе И все равно, и все равно никакой реакции нету На ваш взгляд, вообще есть ли что-то, на что может отреагировать И выразить недовольство Типичный такой представитель Зет-сообщества, кто искренне поддерживает войну И кто искренне в ней участвует Такие все-таки есть Я видел этот разговор Бородая Вы понимаете, как Между собой-то они вообще, в принципе, откровенны Вот, это точно Кстати, Кашеварова, она некие особые отношения с Кадыровым имела А не просто она была его пиарщицей Вот, но суть здесь следующая Та, что, конечно, они пренебрежительно к ним относятся А разве Кремль сам не пренебрежительно к ним относится Кто за эти копейки должен просто быть живой моделью Не, ну на уровне заявлений, Марк Захарович На уровне заявлений-то Путин говорит, вы новая элита Вот какую-то там женщину, якобы, мать погибшего солдата Сделал губернатором сейчас в еврейском автономном округе На уровне заявлений он как бы пытается показать, что ему не плевать на них А это прям такое, да это лишние люди вообще Как говорит Бородай Какой нормальный человек вообще в эти заявления верит? Вообще вот здравый человек верит в то, что они говорят Не, ну, наверное, есть дебилы Но на здоровье дебилы ему бесполезны, да? Ну, нормально Понятно, что это расходный материал Для Путина расходный материал Когда он говорит, что это новая элита Ну, конечно, она в каком-то смысле новая элита Она должна смести старую элиту А потом смести и эту элиту Состоящую из каких-то там уголов Людей ели там, еще что-то А теперь они, значит, герои Ну, естественно, это все инструментально Что-то он как-то не пополняет новой элитой Своё политбюро, там, Совет Безопасности Или же, так сказать, ближайшее окружение Вы много увидели там ветеранов СВО Которые стали, извините, его личными охранниками Или там министрами и так далее Не-не, внизу можно все, что хочешь Хочешь там мать погибшего героя СВО Значит, сделать губернатором еврейской автономии Где там евреи, кстати, в этой автономии Ну, это все расходный материал Безусловно И это пренебрежение, оно Ну, просто наверху вроде не могут себе позволить Так откровенно уже, значит, о них отзываться А внизу это происходит Это не только делает Борода Или там Кашеварова Или кто-то еще Это вообще место, понимаете Вся патетика такая, знаете Она же вымочена Вот у этих Z-каналов и так далее Про то, какие там герои погибают Ну, средний кряжистый мужичок Который, в общем, действительно Две недели на фронте находится И потом либо погибает, либо калечится Он никого не интересует Это то, о чем мы всегда говорим И они это все знают Конечно, и их это не интересует Никого из них не жалко Они, в общем, пренебрежительно относятся Потому что они так действительно и относятся Это не какая-то педалированная риторика Которую вот он для кого-то вычурно Там цинично пытается продемонстрировать Они в жизни так говорят Но высыпалась эта запись Кто-то ее там, его из недоброжелателей Или каких-то других конфидентов Взял и выложил Ну и что? Он же не про Путина сказал Что тот такой сякой-пересекой Нет, это можно делать Это допустимая вещь За это не наказывают Ну, возмутятся блогеры Z-блогеры или нет Они чаще всего компанейски возмущаются Когда им дали команду Кураторы А просто так они никогда Ничему не возмущаются Вот А уж борода это какая циничная собачонка Вы даже не представляете Я же с ним в свое время Был такой СМИ День Я дважды ему давал интервью Это был, я не знаю Год 14-й может быть Я с ним пообщался тогда В те годы Я вас уверяю Это человек, у которого вообще За душой только 20 копеек Он про деньги Он не про какие-то идеи Папа у него был философ Он типа изображал какого-то философа Хотя из него такой же философ Как из меня Извините Солист Большого Ну, кстати Один из немногих, кто выжил С 14-го года Помните? Мы же все вот откуда знаем Борода С 14-го Один из немногих Монтерол всяких устранили А этот еще Живче Не-не-не Смотрите Он был с самого начала из Москвы То есть Гиркин и он Это были люди Специально Они, кстати, друзья были Большие Потом они разошлись Вот И они там и в завтра писали И, так сказать, по темам разным Вместе были А вот И уровни был Гиркин даже пониже, чем Бородай Потому что он был Ну, что Ну, отставной полковник И так далее Но они вместе мотались Туда-сюда, так сказать Много Где поерзали И у Малафеева прижимались Оба вдвоем Но, смотрите Он всегда был Бородай И папа его такой был И сам он Он всегда при органах был То есть это, так сказать Под кураторским началом Это были персонажи Которых держали Для специальных дел Вот И с этой точки зрения Он просто более дисциплинированный был То есть он, как правило, знал Вот Гиркин Он имел фоноберию И такую уверенность Что он новый Кормилов Или там Я уж не знаю Кем он себя мнил Или приночет А у этого В общем попроще Причем Гиркин идейно Там он Знаете Все его реконструкции Участие в этих реконструкциях Он белого офицера Деникинского Одевался и так далее Там тоже, конечно Слабо С выверенной идеологией Но Но в нем идейность есть А Бородай вообще не про идеи Он про деньги Про какое-то там Своё положение И так далее То есть его цинизм Замешан Гиркин ведь тоже мог бы Так сказать Что это Пока не сидел Там в своём телеграм-канале Он же позволял себе Да Он и власти чехвостил За что его собственно И посадили И Путина Но У Гиркина это шло искренне А у Бородая Это обычный цинизм Он пренебрежительно Отзывается О З-контингенте На фронте Потому что Ну как бы Он так к нему и относится Гиркин там От обиды Что называется Да От того что Погибают наши Значит мужички Их значит В расход В расход Шожевая власть Так вот поступает А Бородай В общем От того Что деньги получили И кладитесь Вот в могилке Поэтому Для Бородая Это не проблема Ему не надо Завоёвывать Симпатии Вот этих З-рядовых Понимаете А Гиркин к этому стремился Он хотел для них Быть своим Ну а у Бородая Нет этого Он так сказать Связан был Сначала с Сурковым Сейчас с руководством Администрации Он депутат Госдумы Ведь Не забывайте Бородая Из поместили по полной Он же не какой-то там Моторол Или Гиви И так далее Которых не жалко Один сидел Второй Курями торговал А нет Торговал курями Глава республики У них был Захарченко А да Курами торговал На рынке В Украине Все про них Вообще От и до знают Это в Гиви Охранник В магазине Как у них там называется Украинский полмагазин Ну поэтому Это низкий пошиб А конечно И Гиркин Ну и Гиркин тоже И борода Прямо сейчас Испытывают сложности Большие Наши граждане Мирные люди Которые Эвакуируются Из опасных участков Киев Требует Разрешить Бить ему По российской территории Атакамцами Которые Понятно Наводятся Американцами Которые Невозможно Использовать Без американских Спутниковых систем И специалистов То есть управляют Ими Американцы Используют И же вовсю Ракеты Западные Для ударов По нашей территории Тем не менее Вашингтон Кирби Я Пытается Говорить Что только Просят